Здравствуйте, в эфире программа ДПС на ОТС. Меня зовут Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Съемочная группа ОТС выезжала на место инцидента. Моим коллегам удалось поговорить с водителем спецмашины. Мусоровоз оказался на середине проезжей части. Выехать из коммунальной ловушки без помощи крана не представлялось возможным. В итоге другие автомобили попали в глухую пробку. Она растянулась на участке от Советской до Урицкого. Точная причина провала пока не установлена. Предварительно что-то с грунтом. Кстати, очевидцы говорят, яма на этой улице уже была. А в прошлом году рабочие пытались заделать провал, но якобы нарушили технологию и укладывали асфальтобетонную смесь в снег. Я первый день здесь. Я первый день по этому маршруту, поэтому я и не знал. Я и не почувствовал эту ямку для грузовика. Она и не чувствительна. Это для легковых она чувствуется. Стал назад сдавать, и все, и провалился тут же. Как среагировал ДПС? Буквально через минуту даже меньше приехало. Сразу же машина назад все угнала и перегородила дорогу. Отмечу речи о перегрузе, из-за которого асфальт не выдержал, не идет. Мусоровоз был пустым. Кстати, капитальный ремонт на улице Ленина, а именно на участке до Урицкого, в этом году власти решили не делать. Об этом несколько дней назад рассказали представители пресс-службы мэрии. На момент выхода программы ДПС в эфир движение транспорта удалось восстановить лишь частично. А далее сводка ДТП, которую зарегистрировали в регионе за сутки. Отмечу, в подборку вошли только аварии с пострадавшими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Велосипедистка получила несколько ушибов и ссадин в ДТП в Сузуне. Инициатором аварии стал водитель Азии. При повороте направо он не пропустил женщину на двухколесном транспорте, которая ехала по пешеходному переходу. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один велосипедист попал в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска. Мужчина ехал по выборной. Внезапно на проезжей части со второстепенной дороги появился лансер и сбил спортсмена. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, травму позвоночника и ушиб бедра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ругалась на детей и прохожих. В левобережье Новосибирска заметили агрессивную пассажирку автобуса, которая угрожала другим людям ножом. Очевидцы сняли происходящее на мобильный телефон и выложили видео в сеть. Сотрудники полиции сейчас устанавливают личность антигероини этой новости и разбираются в обстоятельствах конфликта. Все началось с того, что на площади Маркса в 60-й автобус зашла дама. Почти сразу же она стала отчитывать детей, которые не уступили ей место. Мама школьников попыталась оградить их от навязчивой незнакомки, но в ответ получила многочисленные оскорбления. Затем пассажирка вышла из салона и продолжила перепалку с прохожими на улице. При этом достала из сумки кухонный нож. Также очевидцы добавили, заметив, что ее снимают на камеру, сибирячка поспешила скрыться, перебежав дорогу в неположенном месте. Еще одна конфликтная ситуация произошла также в Левобережье Новосибирска. Двое автомобилистов не поделили дорогу на кольце, а затем один из них пытался напасть на второго. На кадрах видно, как водитель Паджеро попытался перестроиться из крайнего левого ряда в крайний правый, но автор ролика его не пропустил. Уже за кольцом автомобилист перекрыл дорогу, помешавшей ему машине, вышел из салона и попытался открыть двери чужого транспорта. Зачем-то поднял дворники, вернулся к себе в автомобиль и уехал. Владелец регистратора утверждает, что с его стороны никаких провокаций не было. Однако комментаторы в социальных сетях отметили, что после неудавшегося перестроения автомобилист будто намеренно не пускал второго водителя в свой ряд. Удобно или опасно? В этом году в Новосибирске пик популярности заправок на колесах. Многочисленные мобильные АЗС есть почти в каждом районе. Однако мобильность – это единственный плюс таких машин. Качество топлива и техника безопасности при хранении и розливе бензина вызывают сомнения. Поэтому в мегаполисе начались массовые проверки таких заправок. В рейде принимали участие городская администрация, полиция и сотрудники МЧС. Они обнаружили на улицах Толстого и Автогенной два переоборудованных автомобиля. Внутри транспорта находились хранилища для топлива и пистолеты для заправки машин. Мобильные заправки вместе с двумя тоннами бензина изъяли, а на продавцов и владельцев транспорта составили административные протоколы. Не думать, а действовать, особенно когда счет идет на минуты. Инспекторы ДПС помогли медикам доставить в больницу мужчину, которого уже ждали в операционной. Пациенту требовалась срочная пересадка сердца. Из пригорода Новосибирска в клинику Мишалкина. С одного берега на другой. В запасе час в мегаполисе пробки. Жизнь человека в буквальном смысле шла на минуты. Водитель спецмашины обратился за помощью к экипажу инспекторов. Оценив обстановку и понимая, что от промедления зависит жизнь человека с нами было принято решение самостоятельно доставить данного гуртанина в лечебное решение. Переместив мужчину в патрульный автомобиль, он был оперативно доставлен к назначенному в год времени. Уже после медики рассказали, операция была сложной. Сейчас пациент идет на поправку, а его родственники выражают благодарность неравнодушным инспекторам, бригаде скорой помощи и, конечно же, хирургам больницы, которые успели, смогли и спасли. Полноценный член семьи. Это про собаку Лекси из Австралии. Владелец питомца уверен, его четвероногий друг особенный. Не просто сторожит фирму, но реально помогает в работе. Пасет овец и даже может управлять автомобилем или трактором. Лекси Джек Рассел Терьер за рулем уже не первый месяц. Пока Кэмерон раскидывает на ходу сено для животных, собака придерживает руль и может направлять машину по кругу, пока не объедут весь двор. Я подумал, что сейчас самое время научить собаку водить машину. Я просто включил первую передачу и посадил ее за руль. Ведь можно дать Лекси шанс. Нет причин, по которым она не может научиться, просто потому что она собака. Первый тест она прошла нормально. У нее правильное отношение к роли водителя. Но ее глаза немного подводят. Ведь ей уже около 10 лет. Идет хорошая командная работа, уверен фермер, и гордится тем, что смог научить животное управлять транспортом. Теперь это парочка местной знаменитости. Кстати, Кэмерон нередко теряет ключи от авто. Их находит и возвращает именно Лекси. На этом выпуск ДПС на ОТС завершен. Ждем ваши истории и видеозаписи на почту. В студии работала Анастасия Бойко. Берегите себя и до скорой встречи в эфире. Продолжение следует...